Ну, на этом, я думаю, вопросы закончить. Как видите, я сохну, особенно от того, когда разговариваю. Поэтому постоянно поприваю водичку. Ну вот, Сергей Герман написал, что воздержание необходимо разуму, как воздержание еди, телу. Так же плохо, когда это затягивается. Сергей прав. То есть всему нужно быть разумное время. То есть воздержание в еде, воздержание, допустим, и в одиночестве, и прочее, прочее. Воздержание разума, если мы возьмем разум, воздержание это в основном от дурных привычек. От дурных привычек, от побуждений неестественного, хочется неестественно выражать. То есть побуждение, допустим, в заботе о себе, побуждение, допустим, в любви и дружбе, побуждение в справедливости. То есть все, что чрезмерно, естественно, оно оборачивается другой стороной. Естественно, так точное голодание. Поэтому я вам как раз и говорю, что голодание в целях здоровья трое, семеро суточек, о, но регулярно, вполне. Потом вы закрепляете его, значит, питанием, салатики, потом кашки, мясо, то есть через салатики это все делаете. И со здоровьем будет у вас на маленьком. Если вы желаете каких-то, ну, будем говорить, испытать себя, это уже несколько иное. И здесь тоже должна быть разумная мера в том, насколько вы хотите себя, значит, испытать, используя голодание. Да, вот мне хотелось вот почему-то 40 суток это был, как бы сказать, вот такой Рубикон, который отголодал Моисея, Иисус Христос, Будда и все-все-все-все-все-все. То есть мне хотелось приобщиться вот к такому. Ну, и без этого было бы нормально. Ну, вот если есть такая потребность, пожалуйста, отголодайте для того, чтобы, как бы сказать, испытать себя, проверить. С этой цели. То есть цель, если там духовное, особенно там посвящение, это уже несколько иные вещи, они работают по-иному. Здесь требуется длительный голод. Ну, естественно, длительное голодание требуется, и если у вас имеется какая-то серьезная болезнь, которую не просто зацепить, потому что только недели две создаются необходимые условия в организме, на Володе, для того, чтобы начался такой мощный целительный процесс воздействия на, допустим, опухоль или еще на что-нибудь. Она же не просто сразу отмирает, а отмирает через какое-то время. И вот только две недели вы доходите до этого процесса. Грубо говоря, неделю-две держите этот процесс, потом она, а, вышла там еще, вы видите, вот все. Тогда-то вы ходите. То есть все должно быть в разумных пределах. И прежде всего, если даже мы маленькие сроки, но будем делать регулярно, это уже и наш духовный прогресс. Это самодисциплина, это воля. Поэтому все можно добиться различными средствами, и действительно в крайности впадать особо не надо.